Новый учебный год. Как, Роман Федорович, готовились к нему в Гомельском эколого-биологическом центре детей и молодежи? Готовились очень тщательно, готовились все лето. Мы старались что-то новое в этом году предложить. У нас каждый год появляется очень много различных культурно-досуговых программ, на которые мы приглашаем представители разных школ целыми классами. Они к нам по субботам приходят и могут попасть либо на лектории, либо, если дети помлачены, какую-то игровую программу со зверями и потом с экскурсией в наш живой уголок. В этом году у нас появилось такое серьезное обновление в нашей материально-технической базе. У нас появилась современная суперновороченная метеостанция, которая подключена к системе Белгидромета и поставляет информацию даже в эту глобальную сеть, которую прогноз погоды нам создает для нашей республики. Так теперь гомельские школьники могут формировать прогноз? Да, наши педагоги разработали программу «Юный метеоролог», и можно к нам приходиться и за 8 занятий научиться работать на этой цифровой метеостанции, то есть со ним составляют прогнозы погоды. Вот это да. Это, безусловно, эксклюзив, но не единичный пример. Чему еще, кроме как в вашем экоцентре, нигде не научат в Гомеле? Уже это направление звучит, но, на самом деле, нигде в Беларуси пока что такого нет. Это объединение по интересам «Юный кинолог». Мы первые в Беларуси создали такую программу. К нам пришел на работу тренер, педагог Алексей Викторович Хмылев, очень высококлассный специалист по обращению с собаками. И вот можно к нам на занятия того объединения по интересам записаться и посещать его со своим питомцем. То есть самый невоспитанный щенок через год обучения в «Юном кинологе» может выйти на сцену каких-нибудь соревнований, выставки собак и стать чемпионом. Потому что это все будет руками детей сделано под руководством профессиональных педагогов. Как объясняете и деткам, и их родителям, для чего вообще нужны, чем в будущем могут пригодиться эко-знания? На самом деле сейчас у школьников какой-то такой период, когда немножко они отошли от биологических знаний, вот этой классической биологии, там когда растения, пистики, тычинки. Не будрено какое количество гаджетов, компьютерных игр. Да, да, у нас есть учебный эколого-биологический комплекс, там почти гектар земли, где мы все выращиваем. Но дети не любят уже с лопатой копаться в земле, им нужны современные технологии. И мы сейчас тоже уже подумаем над тем, чтобы начать, допустим, не просто выращивать растения, а также клонирование. Сейчас очень актуальное направление, допустим, в биологии, это такие направления, как микробиология, как биотехнология. И вот в сотрудничестве с институтом Леса, сейчас мы пытаемся привлечь какие-то, выигрывать конкурсы, привлечь спонсорские средства, чтобы создать лабораторию у нас в центре по клонированию растений. Хотим клонировать растения редкие, исчезающие, которые попали у нас в Красную книгу, чтобы потом восстанавливать популяцию, высаживать их в естественных местах обитания. Понятно, что клонирование процесса как бы не бесплатно, немножко финансово затратно, поэтому, наверное, надо будет что-нибудь клонировать и такого, что можно будет потом предложить потребителям на рынке. На чем можно заработать. Да, чтобы вот это все окупалось, потому что там и освещение круглосуточное нужно, и расходы там, вода. В любом случае, это то, что может заинтересовать. Уверен, что эффективность работы зависит еще и от того, что для многих педагогов это не просто работа. Вот вы, к слову, как давно стали профессиональным экотуристом? Ну, я вообще экологом всегда мечтал быть. В какой момент вы поняли, что при слову-то маршруте все включено Египет, Турция и другие популярные турнаправления не для вас? Ну, на самом деле все, наверное, начиналось от того, что финансовые возможности изначально были несколько более ограниченные. И, допустим, будучи студентом, очень трудно купить путевку, поехать куда-нибудь в Турцию или в Египет. Но вот на Крым или там на какую-нибудь экспедицию экологическую в Крыму, там, поехать в заповедник, поволонтерить, помочь, вполне хватало. Там, на билет туда-назад, а там уже покормят, там, ты поработаешь, какую-то экскурсию проведут. Вот оно, как-то так все начиналось. Вот, потом в Беларуси точно так же получилось. Я познакомился с Ахоя Птушик-Батьковщиной, это тоже был волонтерский лагерь. Предложили зимой покараулить лосось на нерест. Шел, у нас в Беларуси, оказывается, есть одна речка, в которой нерестится лосось. И, ну, там просто нужно было осторожить от браконьера в лосося, когда он ночью идет. Вот, ну, мы поехали, я там познакомился с людьми с Ахоя Птушик-Батьковщиной. И потом, в следующий раз, они мне позвонили и предложили уже здесь что-то подобное провести. Но уже вот не с лососями у нас проект был такой хранитель и поймы сажа. Я знаю, что и бобровые плотины вы строили, и помогали заболачивать территорию. А вот что касается маршрутов по Гомельской области, какое направление, ну, одно из самых любимых для вас? Ну, тут много, на самом деле, хороших направлений. Вообще, у меня есть такая мечта. Сейчас это такой, наверное, может быть, тренд и в Европе, и в Америке. Это длинные вот эти пешеходные маршруты, экологические тропы, которые не просто там ты приехал и прошелся в каком-то интересном месте. А тропы, которые там пересекают большие территории. Вот в Америке есть большая Палачская тропа, там 2800, по-моему, километров. Понятно, что не за один раз, но у некоторых людей это смысл жизни, там по чуть-чуть это пройти весь маршрут. Вот хочется создать что-то похожее, у нас такую большую Палесскую тропу, чтобы от Гомеля до Бреста и по чуть-чуть ее проходить. Детки из экоцентра с собой взять просят? Да, мы с ребятами, я, получается, у нас самые разные возраста занимаются в экоцентре. Вот я как раз больше такими старшеклассниками занимаюсь исследовательской работой. И да, мы вот выезжаем, у нас такие проекты есть. Мы вот для этой большой Палесской тропы уже маленькую экологическую тропинку разработали в заказнике имени Мазина. Вот сейчас на это лето у нас проект, это водный экологический маршрут в микрорайоне Мельников-Лух. Там есть такой заповедный остров, мы вот хотим вокруг него пройти на байдарках. И когда-то там, когда этот остров еще не был островом, там в 80-е, в 90-е, когда я в школе учился, там был перешейк, и мы туда со школой на экскурсии ходили. А сейчас очень хорошо, вроде как территория не заповедная, но при этом простой человек туда без лодки не попадет. В общем, удивительное рядом. Да, да, там есть дубы, которым гораздо больше 100 лет, там есть ясеневый лес, хотя ясень везде, и в Беларуси, и в Европе. Вот последние годы моль какая-то ясеневая появилась, погибают ясени, там можно такой лес увидеть, там можно увидеть примеры того, как зарастает луга, как формируется болото, бобры там живут. И это в черте города. Да, это все в черте города, да. Спасибо в том числе за идею, ну и конечно за интервью, успехов в делах, и до встречи в серии. Спасибо вам.